Приветствую всех у меня на канале. Пришло время снова поговорить о пустых баночках. С прошлой серии пустые баночки, не знаю, мне кажется, прошло около трех месяцев. Точно не знаю, по ощущениям где-то так. Но у меня накопилось за это время какое-то сумасшедшее количество новых пустых банок. Очень большой пакет, он просто переполнен. Пока я его везла в такси сюда, у меня еще там кое-что пролилось. Но я довезла, слава богу, поэтому сейчас вас ждет не знаю сколько, может быть полчаса, может быть час. Я думаю, что больше склоняюсь к часу, потому что банок реально много. Не будем больше тянуть время. Пока что ставьте палец вверх под видео. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, а мы переходим к первой пустой баночке. Первое, что у меня сверху тут лежит, это морская соль для баночки. Я частенько заказываю себе где-нибудь в золотом яблоке или на районе, разные соли для ванн. Я люблю принимать в ванну, поэтому это такой расходник для меня. Я, кстати, многие упаковки обыкидывала, мне кажется, я даже их не сохраняла. Какие-то, которые где-то привозились, которые сложно где-то достать, чтобы не акцентировать на них лишнее внимание, я их выбрасывала. Вот это морская розовая соль для ванн. Прям прикольная. Очень вкусно пахла. Сейчас вспомню. Она уже даже упаковкой не пахнет, но помню, что пахла эвкалиптом, потому что с сапирным маслом эвкалипта. Прикольная, приятная соль. Она не стоила дорого, поэтому как вариант можете обратить внимание. Следующий продукт, который у меня, к сожалению, закончился и которого сейчас просто не найти, я не знаю, честно говоря, где я его буду искать. Когда он у меня закончился, я ощутила остро проблему необходимости этого дезика. Это Пойот, их классическая линейка с черным шрифтом. Я не знаю, как их еще отличаются, наверное, по цвету, по шрифту, потому что у меня был другой розовый дезодорант от Пойот, я его пробовала. Он вообще мне не зашел. Он не то, что не защищает, он делает только хуже. Вот этот дезодорант идеально мне подходил. Его просто сейчас не то, что там по адекватной цене, просто ни по какой цене его нигде нет. Я его нигде не нашла и на смену купила ему виши. В принципе, он довольно неплохой, но поет, прям была моя любовь, которую, к сожалению, сейчас нигде не найти. Следующая банка – это гель для душа от Котыч. Вот этот, если я не ошибаюсь, был как гаммаж, да, вот. Тут написано, что это гаммаж. Это был легкий гаммаж, там не было каких-то сильно скрабирующих частичек. Это просто гель для душа с мелкими частичками, приятно пах карамелью, достаточно приторно. Запахи у них банальные. Для меня гель для душа по небольшой цене, они все отличаются достаточно банальными запахами. Я люблю, конечно, что-то поинтереснее, люблю гель для душа подороже купить. Ну, как вариант расходник неплохой, а Дель их юзал только так. И сразу же за ним покажу второй аналогичный гель для душа тоже этой же фирмы Котыч с бананом. Он уже был не гаммаж, то есть это был обычный гель для душа, ну, приятный пах бананом. Еще один продукт, который у меня пролился в такси, я так понимаю, что это от него была на сумке вода, это пена для ванн. Эколотье марка заказывала в золотом яблоке. Неплохая пена, пахнет приятно, пены было много, но я хочу какую-нибудь попробовать с пеной, чтобы у нее был какой-нибудь интересный, фантастический запах. В общем, я жду какой-то супер продукт, очень много неплохих продуктов, но хочется что-то вот прям с вау-запахом попробовать, пока такую пену я не встретила. Если у вас есть какие-то рекомендации по всем продуктам, в том числе по пене для ванн, которые вау-эффект на вас произвела, я буду очень рада видеть ваши рекомендации или какое-нибудь мнение о продуктах, которые я показала в комментариях. Всегда приятно и интересно читать ваши комментарии. В общем-то, это то, что дает мне пинок мотивации снимать видео дальше. Мы переходим к следующей баночке. Эту банку я в довесок положила в супе и банки по хозяйству. Обычный спрей для очистки ванны. Я мыла им раковину, в ванну. В принципе, неплохой, но есть какая-то суммоза и посильнее, которая получше очищает. Он такой розовый цвет имел. В принципе, мне его надолго хватило. В следующую очередь я покажу вам вот эти витаминчики. Это витаминчики марки Natural Skills. Я показываю в своих социальных сетях очень часто, что я пью коллаген этой марки. В том числе я заказывала вот эти вот жидкие витамины. Очень приятно их, легко пить. Не знаю насчет результата и действий, потому что это, наверное, все-таки нужно пить долго. Дольше, чем хватает там одной баночки. Но однозначно, я думаю, что лишним это не будет. Для организма это польза. И при этом очень легко пьется без капсул. Это гораздо легче для меня, чем выпить капсулу. Там небольшое количество вот этой жидкости нужно выпить с водой. Следующая банка — это умывалка. Марка Reseda Ador. Мне, в принципе, очень нравится эта марка. У меня есть крем под глаза от этой марки. Я пробовала. Мне девочка давала пробники. И это умывалка Seba Clear. Она от воспалений, от высыпаний. Мне она прям нравилась. То есть, когда я ей пользовалась, особенно, чтобы ее чуть-чуть подольше подержать, реально хорошо очищает кожу. Очищает кожу не от косметики, я имею в виду, потому что именно саму косметику я всегда сняла гидрофильным маслом или бальзамом. Здесь именно работа идет с текстурой кожи. Еще одна пустая баночка — это Марти Дерм Ампула. В моем видео, которое недавно достаточно выходило, которое называется «Мои косметические фавориты», уже были ампулы Марти Дерм, но они были другой линейки. Они были зеленого цвета. Это другая линейка, которая, по-моему, предназначена для жирной кожи или даже для проблемной. Оно oil-free, то есть она без масла. Я думаю, что из-за того, что эти ампулы без масла, эффект от них для меня лично менее выражен. Ампулы зеленые для меня гораздо более выраженный эффект давали. От них прям такое лощеное лицо, очень такое напитанное. Эти дают послабее эффект, поэтому их бы я повторять не стала. Но в целом, если у вас жирная кожа, очень даже неплохие. Еще один продукт для домашнего использования — это кондиционер для белья. Многие знают, как я люблю кондиционеры для белья, которые приятно пахнут. Я люблю кондиционеры, которые оставляют запах на белье, которых чувствуется по всему дому. Этот был с ароматом розы, по-моему, если я не ошибаюсь, или приона. Да, с ароматом английской розы, белой магнолии, нероли, малины, белого персика, грейпфрута, пудровый нерадо. Но, в общем, мне, в принципе, нравился этот запах. Аделю категорически не нравился этот запах. То есть ему прям, он был ужасен, тросительный, ему прям не нравилось. В принципе, мне нравился. Но есть такой момент. Я им пользовалась, когда у нас был ремонт. Когда у нас было дома куча пыли, после ремонта я им стирала, до ремонта. И у меня почему-то этот запах ассоциируется теперь с ремонтом. Вот я прям ощущала его на белье, которое было. И почему-то, в общем, ситуация не самая приятная. Наверное, повторять я его не буду. Потому что, во-первых, он не нравится Аделю, а белье мы стираем в одной куче все. И, во-вторых, потому что просто хочу попробовать очень много других кондиционеров для белья с разными ароматами. Следующая пустая банка — это автозагар TMC. Про него тоже много говорила. В том числе говорила в фаворитах, что это мой фаворит. Я вообще не представляю свою жизнь без автозагара. Я люблю, когда я загорела. Я люблю сумуглый цвет кожи на себе. И это достаточно бюджетный автозагар, которому я приноровилась. Я его всегда сравниваю с автозагаром TMC Moris. Он гораздо дешевле его. А выглядит на коже, наносится все абсолютно одинаково. Покупала в золотом яблочке. Пустая банка от Базирона. Вот он прошел афганскую войну, на мой взгляд. То есть он просто все. Я его до последней капли доизла. И так происходит всегда с моих, я не знаю, сколько, 16 лет. Когда я впервые начала использовать Базирон, каждую банку я использую вот до такого состояния. Я ее обрезаю и все, до конца там достаю. И до последней капли, в общем, не капли в рагу. Я обожаю Базирон. Это то, что реально дает результаты на моей коже. Когда у меня начинается высыпание, когда у меня начинается неровный рельеф, комедоны и прочее. Базирон мне помогает в этом деле. Поэтому всегда одна вот эта вот банка, один тюбик Базирона у меня дома есть абсолютно всегда. Для меня макрес. Миниатюра мне сейчас попалась. Это шампунь от ProLabel Mary Gold. Это шампунь с календулой. И я его специально взяла домой, потому что он для кожи склонный к жирности. Мне частенько нужно бывает с тобой взять вот такие миниатюры. Я обычно там брала их раньше на тренировке, когда ходила в фитнес-зал. Или куда-то в поездку, или с тобой в баню. Мне частенько нужно бывает взять такой небольшой шампунь или маску. О маске тоже спойлер. Поговорим чуть позже. Она у меня тоже есть с собой. И в общем я его беру с работы. У меня они здесь есть для себя. В принципе хороший шампунь. Мне он понравился. Очень приятный. Пенился хорошо. В принципе улыбал. Большинство шампуней все-таки увлажняющие. Возможно я для своих волос люблю что-то поагрессивнее. Но как вариант в сочетании с другими шампунями очень даже неплох. Мне понравился. Очень деликатный. И следующая миниатюра это маска Melt Repair. Я очень люблю из этой серии Infinity Aurum от Flamble маску Silky Repair. Это прям мой фаворит. Тоже частенько она бывает у меня дома. Это маска Melt Repair. И нравится мне все-таки чуть меньше. Многие ее любят. Но вот как будто запах даже чуточку у них отличается. Похож, но отличаются. Для меня силки приятнее. И по действию силки для меня больше продают упругость волосам. Но все равно маски Label это просто best of the best. У них супер составы. Маски действительно очень качественные и стоящие. Еще одна миниатюра. Выглядела ее у себя в пакете. Это шампунь от Kione. Солнечная линейка для путешествий. Для волос, подверженных солнечному воздействию. Но я не помню, что бы я пользовалась здесь где-то в отпуске. Я просто так же его таскала с собой. Очень хорошо пенится. Очень приятный аромат. Тоже хорошо очищающий нежненький шампунь. Маска ночная Сулваса. Это маска, по-моему, корейского бренда. Если я не ошибаюсь, какого-то азиатского. Однозначно. Да, Made in Korea. Все увидела. Подтвердила свою гипотезу. Это маска, которая увлажняет, глубоко увлажняет, я бы даже сказала, ночью, пока вы спите, вашу кожу. Действительно, мне маска очень нравилась. У нее такой приятный, какой-то такой необычный аромат. Хорошо она напитывала кожу. Просыпаешься, у тебя действительно такая очень хорошенькая, увлажненная, напитенная кожа. Однозначно могу рекомендовать, но пока повторять она вряд ли будет, просто, потому что я хочу еще другие позиции, которые у меня есть в моем импровизированном в голове виш-листе, попробовать. Кстати, о ночных и вообще, в принципе, увлажняющих масках. Я недавно совсем попробовала одну классную маску. Мне ее порекомендовала моя клиентка, как просто что-то вау, супер увлажняющая для лица. Я ее сейчас активно цитирую, пока не буду спойлерить, что это за маска, но она действительно дает очень крутой результат. Поэтому я думаю, что когда я буду снимать фавориты, бьюти моей фавориты, она там однозначно будет. Еще одно средство из пустых баночек, которое у меня есть в пакете, вот в таком состоянии, как вы понимаете, это тоже мой супер фаворит. Его, кстати, почему-то не было незаслуженно, я его обделила и включила в рубрику фавориты. Почему-то я про него забыла. Это маска с церамидами марка Лабораториум. Эту маску можно использовать просто так, как самостоятельный продукт или же добавлять какие-то другие кремалы. У нее жидкая консистенция, такой желтоватый оттенок церамиды. Они защищают нашу кожу, выстраивают, улучшают кожный барьер и как бы повышают иммунитет нашей кожи. Поэтому этот продукт прям очень крутое, заживляющее действие делает, насколько я замечаю. И успокаивающее действие. Если я вижу, что у меня на коже есть какие-то раздражения, я обязательно наношу эту маску, добавляю ее в крем и могу просто ее даже оставить на ночь. Очень классные действия я от нее вижу. И она недорогая. Ее в последние месяцы было сложно найти, я не могла ее найти на маркетплейсах. Но вот совсем недавно, слава богу, нашла, заказала. И она у меня есть дома сейчас тоже в целом экземпляре. И я этому несказанно рада. Еще один продукт, который был в фаворитах, который многим уже знаком, это веган камбуча эссенция. Это эссенция, которая в жидком виде наносится на руку и затем на лицо. Многие у нас ее вместо крема, у кого жидная кожа, кому не нужно дополнительное увлажнение, кому хватает увлажнения от эссенции. Я обычно все равно закрывала ее кремом. Это 100% фаворит. Очень мне нравилось это средство. Всем его рекомендую. Я не знаю никому, кому бы оно не подошло или не понравилось. Я из этой линейки купила вот совсем недавно крем. Тоже Dr. Circle, тоже веган камбуча. Только крем в формате геля. Тоже пока пользуюсь, тестирую. Посмотрим, как мне зайдет или не зайдет такой формат. Но формат эссенции был для меня просто вау, поэтому 100% рекомендую. Осталось совсем немного продуктов на самом деле. Все они из декоративки. Поэтому мы с вами сегодняшний наш обзор-трест завершим декоративным косметиком. Итак, еще один мой фаворит, который сейчас, кстати, у меня на губах. Просто уже в новом экземпляре. Это блеск для губ масла для губ, вернее, Lip Glow Oil от Dior. Он у меня был в 0,0 оттенке. 0,0,0. Он должен был быть прозрачным. Ну, то есть, сейчас объясню. Когда ты его покупаешь, в юбике он выглядит абсолютно прозрачным. Но со временем он становится розовым, потому что у него аппликатор пропитан каким-то розовым фигментом. И, в принципе, в конце, когда я уже его заканчивала, он был абсолютно таким холодным розовым. И этот цвет мне безумно нравился. И в этот раз я уже заказала, девочка, на ком я мне привезла из Зубай, это масло, только уже сразу вот в таком розовом цвете. Не помню точно оттенок второй, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Он такой вот холодненький розовый. У меня, правда, еще по контуру есть карандаш. Но по центру вот он прям такой естественный холодный розовый, не сильно яркий. Обожаю его эффект на губах. Он классно увлажняет губы. Губы с ним глянцевые, красивые, гладкие, маслянистые, ухоженные. Ну, в общем, я такие продукты обожаю. То, что дает гло эффект на губах, я очень люблю. И за ним еще один блеск. И также от Dior, это знаменитый Lip Maximizer в оттенке 01, светло-розовый. Вкусно пахнет какими-то мятными конфетками. Lip Maximizer, мне кажется, это просто уже универсальное средство, которое знакомо всем. Очень классный блеск. Но мне как-то в последнее время все-таки формат масла, который я показала до этого, ближе. Мне нравится его вот эта вот большая губка. Ей очень приятно и очень удобно этим аппликатором наносить масло на губы. Тут по мне о Чурне аппликаторе. Но тоже очень классный, очень удобный. Советую, естественно, всем. Всем, кто любит блески, Lip Maximizer, мне кажется, 100% вам зайдет. Консилер от Seventeen. Этот продукт, который был у меня на работе. Называется он Ideal Color и он дает такую очень легкую текстуру. В нем заложены микро-микро сияющие частицы, которые еле-еле видно. И я его использовала для лицинга макияжа. Вот кто не любит какие-то плотные консилеры, кому нужен подсвечивающий эффект, совсем-всем легкие под глазками, как вариант можно обратить внимание на этот консилер. И, наконец, завершающий продукт этих пустых баночек. Это Pulster от Chic. Вот в таком формате. Мне кажется, сейчас уже либо не продают в таком формате, либо я не видела. Но это достаточно старенький продукт. Он тоже давно у меня тут лежал. На работе я уже давно его закончила. Просто вот он у меня лежал и ждал, пока я вам его покажу. Я, на самом деле, марку Chic очень люблю, очень уважаю. Но в формате вот таком скульптор мне нравится гораздо меньше, чем их скульптор в формате шайба. У них есть такой классный в формате белой шайбы скульптор. И вот для меня он просто супер. Это скульптор, который никогда... Речь идет, кстати, о кремовом скульпторе. Я об этом не сказала, но по формату, мне кажется, вы уже поняли. В формате шайбы он также у них кремовый. Он такой деликатный, он такой удобный. Он не даст лишнего цвета, идеальные оттенки. Все-таки с таким форматом, который нужно нанесить пальчиком, с какой-то размер. Для меня лично это просто менее удобно и, мне кажется, больше по расходу. Может быть, я ошибаюсь. Но для себя я все-таки люблю больше формат шайбы, если говорить о кремовой коррекции. Но, как вариант, очень даже неплохо. Все, наконец, наши пустые баночки закончились. Я благодарю, что вы провели со мной это время. Спасибо вам за ваше внимание. Опять-таки жду от вас комментариев. Не забывайте ставить пальцы вверх. Мне это очень приятно. И если вам нравится мой контент, не забывайте подписываться на канал. У меня часто выходят влоги и другие видео бьюти смайки. До встречи в новом видео. До встречи в следующей серии. Продолжение следует...